В сходе на улице Панфилова вовсю кипит работа. Бригады капитально ремонтируют фасад, проводят зачистку штукатурного слоя, ремонтируют межпанельные швы. И только потом покраска. Местные жители с нетерпением ждут конечного результата. Нам самое главное, чтобы не было сырости, чтобы было все сухо. Заделали швы качественно. Я очень довольна. Не только я, а все наши жители дома очень довольны этой бригадой. И это не единственный дом в Химках, который капитально отремонтируют. В течение года должны привести в порядок более сотни многоквартирных домов. Предстоит большая плановая работа. Запланированы работы в городском округе Химки на 136 домах. Различные виды систем. Такие, как кровля, одна из самых животрепещущих наших тем. 56 домов многоквартирных стоит в плане. Объекты уже некоторые открыты. Проводятся работы. И также другие виды систем. Такие, как фасад, внутренние инженерные системы, лифтовое оборудование. Отремонтируют дома во всех микрорайонах округа, которые попали в программу капитального ремонта. У каждого свой фронт работ. Например, на этой пятиэтажке по улице Библиотечной в микрорайоне Левобережной уже сейчас приступили к замене кровли. Производим работы по демонтажу и монтажу рулонной кровли. В настоящий момент сделали демонтаж рулонного покрытия, демонтаж старой стяжки. Идут подготовительные работы по монтажу рулонного покрытия. Первый, второй слой. Технологии традиционные. Позволят предотвратить протечки в течение долгого времени. А в этом доме на улице Дружбы в Новых Химках полностью меняют все инженерные коммуникации. В том числе внутренний пожарный водопровод и электрику. Работу проводят под контролем жителей, которые входят в совет многоквартирного дома. Есть вот такое гармоничное взаимодействие всех инстанций. Сверху фонда капитального ремонта, центра управления проектами, генподрядчика, субподрядчиков и совет многоквартирного дома. Общественный жилищный контроль происходит с хорошим таким запалом и при хорошем взаимодействии. Специалисты также заменят 46 лифтов. Новое оборудование российского и белорусского производства появится на восьми адресах. Техника отвечает всем современным требованиям безопасности. Но принимать выполнение работ будут с участием надзорных органов и представителей общественности. Юлия Самошина, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.